Родители маленькой Олеси уже не раз подумывали о переезде в другой район Шимкента. Иногда выхода они не видят. Мамы и папы вынуждены бросать все свои дела или просить родных отвезти детей в школу. Общеобразовательное учреждение находится в пяти километрах от дома. До ближайшей 35-й школы с русским языком обучения школьникам Нурсата приходится добираться с тремя пересадками. Суть в том, что нет у нас школы на русском языке обучения. У нас здесь две школы. Я обращалась в партию АТАН два года назад. Мне дали с Горану ответ, что у нас есть одна школа на казахском языке обучения. Положено полторы тысячи, учатся три тысячи. И вторая школа, вот, пожалуйста, школа Назарбаева, которую мы, конечно, смотрим, сложим, любуемся, но однако же у нас болит сердце за наших малышей. В городском отделе образование только разводят руками, мол, делать нечего. На Нурсате действительно не хватает школ. И такая проблема существует не только в этом районе Шимкента. На краю Нурсата у нас в данное время нет русских школ или русского языка обучения, потому что до этого времени у нас официального запроса не было. Но уже началось строительство АДЦ, в которой находится новая школа, 1200 мест. Мы планируем открывать школу, там, смешанную школу, в Казахском обучении. Когда? Уже в завершении, уже в строительство школ началось, в завершении, в 2017 году. У нас по городу Шимкент чисто русская школа, у нас сейчас данное время только 20-я школа. Но, помимо этого, больше, по-моему, около 35 школ, у нас чисто вот с русским языком обучения, конечно, у нас русская класса открывается по заявлению родителей. Такого прям настаивать или закрывать такого нету. Но у нас каждым годом желающие, которые родители сейчас больше и больше становятся. Родители младшеклассников просят руководство образованием помочь решением о подвозе учеников. На улице темнеет рано, впереди зима. Пока проблема остается нерешенной, родители уже начинают беспокоиться за своих детей. Ведь, чтобы добраться домой после школы, ученикам приходится делать по несколько пересадок на общественном транспорте. А в регионе уже начались заморозки. Да и по прогнозам синоптиков, зима в нашей области обещает быть нетеплой. Шудент Саидов Константин Исупов, Камила Сайфулина, информационная служба телекомпании ОТРАР.